Змеи наступают, они проснулись после спячки и даже могут заползти в дома кубанцев. Хочу сказать, что пришло сегодня сообщение о том, что в Тюмрюке пенсионерке потребовалась помощь спасателей. Она обнаружила в спальне полутораметровую змею и не смогла ее самостоятельно прогнать. Специалисты отловили поло за этаблоны, выпустили в природу. А двумя днями ранее десятки змеи выползли погреться возле детской площадки на Комсомольском в Краснодаре. Каких змей стоит бояться и как вести себя при встрече с пресмыкающимися? Об этом мы поговорим прямо сейчас. Гостями темы дня стали Сергей Владимирович Островский. Островский – это доцент кафедры зоологии Кубанского госуниверситета. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. И Качанов Игорь Анатольевич – это заведующий детской реанимации, краевой больницы, скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Краснодарского края. Игорь Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала с информацией про темрюка. Все ли полозы одинаково бесполезны, в смысле, что могут быть не опасны для человека? Обитающие у нас уже образные змеи, они все не опасны для человека, в отличие от гадюк. А как отличить змею, которая ядовитая, от той, которая может быть просто обычным образом? Такого простого способа, чтобы, на взгляд, каждый человек мог определиться, не существует. Что делать в этой ситуации? В данной ситуации просто не надо контактировать непосредственно. Кстати, про контакты, Игорь Анатольевич. Поступали ли в больницы у нас в последнее время люди, или те, которые жаловались на укусы змеи? И как в этой ситуации первую медицинскую помощь оказать человеку? Ну, за прошлый год, я помню, единичные случаи обращения с подозрением в науку змей. Чаще всего, скорее, это можно было квалифицировать как, скорее, аллергическую реакцию, нежели действительно отравление змеиным ядом. Оказывали помощь. Для этого у нас есть все необходимое. Деление реанимации, запасы противозмеиной сыворотки и необходимая аппаратура специалиста. Как первую помощь оказать медицинскую на месте? Значит, да, сейчас с развитием туризма, согласен с вами, с учетом того, что человечество стало гораздо больше, мы активнее. Эти случаи становятся чаще, да, и весна тоже своеобразная веха в контактах со змеями. Первое, это не паниковать. Ну, укусила змея и укусила. В данной ситуации очень важно успокоить пострадавшего, заставить его не двигаться, может быть, даже не говорить. Надо помнить о том, что чем больше человек активничает, тем активнее кровь разгоняет яд по организму. Поэтому человеку нужно успокоить, уложить. Желательно, если укус произошел в конечности, эту конечности необходимо иммобилизовать. Что для этого необходимо? Взять любое подручное средство и два ближайших сустава зафиксировать, просто примотать, чтобы человек, простите, не размахивал данной конечностью. Нет подручных средств, но возьмите две конечности друг к другу, примотайте, уже гораздо сложнее. Обильное питье, антигистаминный, противоаллергический, любой препарат, супрастин, тавигил, зодок, зертек, до тысячи их. И ждать врача. Обработать место укуса перекисью или хлоргексигином. Антисептиками просто обычно? Абсолютно верно, потому что зубы змей далеко не стерильные предметы. Далее, выше места укуса необходимо наложить давящую повязку, подчеркиваю, давящую повязку. Палец должен под нее свободно проходить, это не жгут. Наложение жгута зачастую приводит к омертвению тканей. Этого достаточно, чего-то откуда-то отсасывать, что-то где-то разрезать, обкалывать. Давайте это проговорим еще раз, не нужно ничего этого делать. Позвоните скоро, приедет бригада, если что, доставим. Пока едет, вам объяснится, что делать. Тем более, что время у вас есть. К вопросу о времени, Сергей Владимирович, у нас нет таких змей, которые вот прям смертельные, вот сейчас укусило, а через 5 секунд все умерли? Нет, в этом плане повезло, в кавычках, конечно, жителям Австралии. Из 13 самых ядовитых видов змей, 12 обитает. А вот эта вот змея, которая там нападает, я так понимаю, что это видео соцсетей наших пользователей. Можно сейчас определить, что это? Тут как раз идет брачный турнир самцов желтобрюхого полоза. Они ядовитые? Нет, это не ядовитая змея, но в пределах бывшего Советского Союза это самая агрессивная змея. А что она может агрессивно делать? Прыгать, как будто кусает? Ну, прыгают они только в кино, когда их вбрасывают из-за кадра. Они совершают броски или же просто двигаются в сторону опасности с шипением, с попыткой укусить. С намерением отпугнуть. Да, конечно, да. Причем часто эти животные в природе выскакивают неожиданно, встретив какой-то объект на своей территории, защищая свою территорию, пытаются отпугнуть. Человек ли это, мотоциклист, машина, животное домашнее. Это реакция такая у них обычная. Сергей Владимирович, какие есть у нас в регионе, ну и в частности в Краснодаре рядом вдруг есть, ядовитые змеи или не ядовитые? Каких змей вообще у нас встречаются? В плане ядовитых змей в окрестностях Краснодара, в ближайших окрестностях, единственный вид гадюка степная. Как она выглядит? У нас есть фотографии там вот про... Это какая? Это она? Ну, похожа, скажем, на степную гадюку. А почему похожа? Какая еще она может быть? Ну, дело в том, что гадюка Латиева тоже может иметь такую окраску. А сколько их всего? У нас шесть видов гадюк. У нас в России или вообще в мире? Нет, в Краснодарском крае, рассмотрите. Только в Краснодарском? Да, только в Краснодарском крае. Так, сейчас еще одну вам покажем. А это что? Это кавказская гадюка. Это которая самая опасная? Да нет, почему же она самая опасная? Они все у нас примерно одинаковые по опасности. Но она такая оранжевая, вроде бы яркая, что должно символизировать об особом внимании. Это только один из множества возможных вариантов окраски вот той же самой кавказской гадюки. Они очень яркие могут быть, могут быть абсолютно черными. В каких-то случаях узор вот этот зигзагообразный хорошо виден, в большинстве случаев, но при абсолютно черном окрасе его можно не увидеть. Вот, кстати, про черный окрас. Вот те змеи, которые я говорила, вы ползли погреться на солнышке в Комсомольском, они в основном были вот такие вот. Ну, судя по кадрам, они не абсолютно черные, они темно-серые. Это связано прежде всего с тем, что они находятся в состоянии перед линькой, и в это время у них покровы становятся менее прозрачными, более темными. А через какое-то время они приобретут свою обычную сероватую, оливковую, если мы говорим о тех змеях, которые были в Комсомольском. Самое главное, скажите, что делать, вот если ты их видишь? Еще пока можешь успеть убежать. Нужно бежать? Бежать нет никакой необходимости. Так, что нужно делать? Давайте по порядку. Отойти в сторону. А есть ли рядом детская площадка и там дети? Забрать детей и уйти. Придут следующие мамы? Может, как-то обозначить, я не знаю, повесить крестную тряпку, позвонить спасателям? Как тебя вести в этой ситуации? Ну, дело в том, что мы от змей избавиться. Невозможно, понятно. Да, мы можем только какими-то кардинальными мерами. И там, где детская площадка, в частности, в том же Комсомольском микрорайоне, змеи там были всегда. И пока не убрали тростник и не облагородили берега... Их просто было не видно. Их просто было не видно. А когда кругом не осталось убежищ, да, то они... Пришли на детскую площадку. Да, они приходят и на детскую площадку, потому что, возможно, в фундаментах сооружения детской площадки они проводят зиму. Даже так? Может быть и такое. Потому что они же где-то должны зимовать. Там убрали мусор, который раньше был, какие-то бревна. Да, и они вынуждены расползаться, в том числе по подвалам соседних домов, по каким-то технологическим колодцам и так далее. И любые щели, любые трещины в фундаментах тоже могут ими использоваться. Игорь Анатольевич, знаете, я хочу о чем спросить. У нас есть в больницах специальная противозмейная вакцина? И вообще, что это за препарат? Насколько он сложен? И когда нужно обращаться к медикам для того, чтобы его использовать? Или человек сам не может принять такое решение? Я полагаю, после любого укуса змеи лучше обратиться в больницу. Только, наверное, специалист может определить, это просто не ядовитая змея укусила или все-таки змеиный яд попал в тело человека. Полиция имеет запас противозмейной сыворотки. Она есть. Это, скажем так, специальный чужуродный белок, обученный, ну я все очень в кавычках объясняю. Обученный бороться с попадающим в организм человека ядом. Очень образно. Далее. Как понять, укусила вас ядовитая или не ядовитая змея? Ну, я полагаю, что для укуса ядовитой змеи характерна резкая боль в месте укуса, быстро нарастающий, расползающийся отек, обычно багрово-синего цвета, если я не ошибаюсь. Вот ухудшение общего состояния организма, недомогание, озноб, головные боли. Зачастую это сопровождается тахикардией, то есть учащением сердцебиения, падением давления. Ну, вот как-то так, конечно, при подобной симптоматике в больнице уже пора обращаться, аж бегом, быстро-быстро. Что-то хотели допомнить? Симптоматика описана совершенно правильно, потому что я неоднократно испытывал на себе укусы. Потому что занимаюсь давно, длительное время, ну и при массовой работе бывали случаи, когда... А кто вас кусал? Ну, наша степная гадюка. Все его кусали. Как себя нужно вести в этой ситуации? Вот как вы себя вели? Нет, ну я-то знал сразу же, что мне ничего не угрожает. А как вы подготовились к встрече с ней? Вот вы же сами говорите, я знал, куда я шел, знал, что меня могут укусить. Нет, ну я занимаюсь... Что нужно взять с собой, кроме антигистамина? Поход умных людей. Воду, да. Разговорчивых умных людей, потому что, как было правильно сказано, чтобы пострадавший не должен двигаться, не должен разговаривать, но с ним лучше разговаривать, чтобы сбивать панику, да, говорить ему, что все будет нормально, сейчас приют врачи, вот там этот... И у нас на Кубани нет смертельно опасных змей. Так, а какой максимальный может быть ущерб, допустим, от укуса гадюки? Хороший вопрос. Если нет смертельной опасности, нужно как-то наших жителей предупредить. То, что недомогание может быть очень серьезным, это безусловно. Для взрослого, здорового человека, ну, средних, так скажем, лет, в принципе, тяжелым недомоганием это, пожалуй, и ограничится. Если мы говорим о детях, о пожарных людях, людях с отягощенными... Хармическими заболеваниями, да? ...заболеваниями, да, то за счет действия яда эти заболевания обостряются, и для них это действительно может быть смертельно. То есть все-таки в больнице, пожалуй, стоит обращаться. Если есть аллергия, даже, допустим, есть. Ну, вот, кстати, да, вот, Сергей Владимирович правильно заметил. А если аллергия у человека вдруг... То есть тут могут быть очень серьезные осложнения, вплоть до анафилактического шока, удушья, и так далее, почечные недостаточности, сердечные, и так далее, и тому подобное. Пересчислять можно тысячу. Бесконечно. Сергей Владимирович, как правильно себя вести, вот, пять, там, или три самых главных правила при встрече со змеей? Первое, не пугаться. Второе, не хвататься за камень или палку. И обойти стороной, переступить в конце концов. А она не прыгнет, когда ты через нее переступаешь? Зачем? Ну, я не знаю, что у нее в голове. Она маленькая, но выглядит очень грозно. Нет, во-первых, тех, кого надо бояться, они вообще прыгать не умеют, наши гадюки. Да, чаще всего при встрече с человеком они стараются быть незаметными до последнего. Потом еще могут пошипеть, попугать, но чаще всего они стараются скрыться. Единственное, вот, я говорил, желтобрюхие полосы, некоторые другие полосы, они вот именно проявляют себя агрессивно. Даже один из видов ужей, уж водяной, который не похож на классического ужа, который многие себе представляют, он себя ведет подобно герзе. Делает такую широкую треугольную голову, совершает броски. И где-то он отдаленно на герзу, на закавказскую похож. Ну, так скажем, по общему представлению. Да, по общему представлению. Хотя, конечно, для человека знающего это совершенно разные. Игорь Анатольевич, что должно быть в аптечке, кроме антигистамина? Аптечку на все случаи жизни собрать невозможно. Но если вы собираетесь более-менее... На рыбалку, да, в местах, может быть, змея. Приличный поход, в лес поехали отдохнуть, там, на природу, на рыбалку, действительно. В аптечку необходимо собрать антигистаминные, антисептики, безусловно, стерильный перевязочный материал. Вот, наверное, можно взять с собой гормоны для этого, шприцы, если умеете вводить, пользоваться. Ну, хотя бы такое, энтеросорбенты, антибиотики. Сорбенты в данном случае помогают? Нет, просто мы уже собираем с вами аптечку для выезда на природу. Всякий случай, да? А вдруг? Если говорить о том, какой самый активный месяц у змеи, Сергей Владимирович, когда они уйдут опять куда-нибудь в камыши? Ну, самый активный месяц сейчас как раз апрель-май. С одной стороны, это выход из зимовальных убежищ, где они провели больше, чем полгода. А с другой стороны, это миграции к местам летнего своего обитания, к местам кормления. И на этот же период приходится период спаривания, поиск половых партнеров. Самцы очень активно разыскивают самок, как мы видели. Поэтому и заползли в дом? Нет, заползли в дом, они совершенно случайно. Да, то есть вряд ли там у пенсионерки своя. Да, да, живет кто-то для этого случая. И в это время они могут собираться просто большими группами. Как-нибудь можно отпугнуть их, какое-то растение разложить, я не знаю. Знатоки, в кавычках, они вам могут посоветовать веревку из шерсти, кошмар, гашеную известь и так далее. Нет, не работает. Если есть малейшая возможность укрытия, корм, вода, очень часто на дачные участки змеи переползают, потому что там бассейн построили. В этот бассейн со временем поселились лягушки, а потом люди удивляются, почему у них змеи. Потому что там созданы замечательные условия. Спасибо вам большое. И самое главное, что мы поняли, это не нужно паниковать, вызывать врачей и обходить стороной. Лучше змеи не трогать, тогда будет все хорошо. Спасибо вам большое. Они не погонятся. Да, у них просто нет ног. Спасибо вам большое. Это тема дня. Продолжаем работу в эфире Кубань-24.